Здравствуйте, говорит и показывает столица нашей Родины, Москва. Зимний вид, но осеннее весеннее ощущение, потому что сегодня вдарил ноль по московским дорогам, по московскому воздуху. И все, как на синей линии останавливают эту шайбу, а заведу сильно по борту, там может успеть и должен успеть Абросимов, так и получается. Абросимов вновь на пятак и на дальнюю, да великолепно, как играет Акбарс. Игру и остановили, а вот красотища-то какая, когда пас за спину Бетана, и вот шанс Арипова, а тот не довел шайбу до галкипера. Качается ворота, показывает Юпаса на это бросок, какой мощный, и добивали 1-0, Робки Хамер. Открывает счет сегодняшней встречи, очень много болельщиков из Казани сегодня здесь, и теперь мы видим, как много радости во дворце. В общем, так-то в итоге матч почти ни при чем был, разве что... Рядом со штангой все было четко, Робинсон, закругление, Скотт остановил эту шайбу, но далеко от Юдина тому не добраться. А это очень опасно, Клинхаммер набирает ход, Роб Клинхаммер практически выход 1-1, с неудобной коньком останавливает эту шайбу Ларс Юхансон, а теперь и Шулунов. Так поздно идет на соперника, Свитов. Эта шайба откуда-то из Каньков вытащил и бросил постман. Шайба прилетела мимо него, Телегин, это его стиль, Телегин, перекладина Ивана. Шайба перескочила. Вот странно, да? Это на самом деле ситуация, когда ты праворукий, и ты понимаешь, что шайба идет по борту, и ты ее ловишь. Мистерова не хватает в большинстве. Снова был Жиевский. Капризов, кое-как у Тихони Рожайбы. Вот моменты, Галеши! Фирменный бросок большинства ЦСКА и лично 25-го номера Михаила Григоренко. Да он просто чуть не порвал. Вот, элементарно. По поводу вот такой большой работы, которая открывает нам команду с другой стороны. А это момент Ярулина. И Свитова, что же он не бросал-то гол. Вот почему не бросал. Потому что есть человек, который попадет в гораздо... Ситуация гораздо сложнее, чем та, которая была у Свитова. Зарапортовался я. Но это точно не отменяет гола. Ну, согласен. Вообще, тоже думал, что Свитов уже бросил. Да, прям смотришь. Изи кам, изи го называется. Шайба пришла, бросили. Ну, и бог с ней. Свитфо он так поступил. Капризов. Опять соскочила. Григоренко. Вот момент! Гоу! Капризов! А вот здесь и соскочила. То есть, когда Кирилл пытался делать передачу, не повезло. Но в итоге оказалось так, что партнеры его вывели на бросок. Минута еще играть в большинстве. Ох, как через пятак выбросит. Он может попробовать убежать. И надо пробовать убежать. Клинхаммер! Бум! 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 Три шайбы в ворота Акбарса и Роб Клинхаммер забрасывает свою с неудобной, красивой, да и для верности сам себя отправляет в ворота. Отмечу, знаете, что? Пока нет! Ох, Клинхаммер в своей зоне. Команда нападающим идет. Обязательно делать скидку в центр или короткий пас. Ну и вот этим, на самом деле, Акбарс сегодня очень выгодно выглядит. За счет этого гол! За счет этого гол ЦСКА! Раз, два, три, три! По-моему, был рикошет. Там проезжал и Капризов. Был, был, был рикошет. И Капризов проезжал, да. И Шалунов, по-моему, проезжал. О, Светлаков. Так, а вот смотрите, связки, да, говоришь, Игорь? Связки, да. Ну, нет, опять-таки сложно перевести. Вей, Григоренко, пауза. Вей. Здорово, здорово, здорово! И это привет внука к дедушке. Здорово. На деревне дедушки, можно так сказать. Ты смотри, прилетел. Александр Романов после красивой передачи и длинной комбинации ЦСКА отправляет шайбу в ворота. И впервые в игре ЦСКА впереди Александр Романов. Ну, просто красотища. Которая в меньшинстве убегала, забивала. Все, что-то похожее нужно Акбарсу, потому что практически весь, всю концовку Акбарс пройдет в меньшинстве. Ну, клинкамеры 6 на 5 забивали. Или 5, и я, и... Константин Окулов. 5-3. Большинство. Вот большинство. И вот просто хоккеисты до него дойдет. Ну, сейчас смотри. Пошел с этой шайбой. Опять потерял Галиев. Была возможность проще сыграть у Александра. Так, а вот подожди еще. Потому что у нас Ткачев забивает. Возвращаясь к Романову. В этой длинной смене два раза человек теряет шайбу. Отдает ее сопернику и приводит в четвертый заброшенный. И это ему еще повезло, что когда он первый раз удавал шайбу через центр, Галиев перехватил. Он первый раз удавал шайбу. Продолжение следует...